Желудочным соком выделяется молекула водорода H2. Это самая маленькая молекула в мире. Она везде хорошо проникает в самые труднодоступные сосуды, капилляры, вплоть до клеток головного мозга, лимфатической системы, костно-хрящевых тканей. И водород восстанавливает поврежденные клетки. Он соединяется с молекулой кислорода. То есть, когда мы дышим, кислород делится на активный и пассивный. И вот пассивный кислород уходит в кровь, соединяется с гемоглобином. Активный кислород – это свободный радикал, который запускает окислительные процессы. Вот наш водород, он соединяется с этим избыточным кислородом и превращает его в воду. Получается H2O. Эта молекулярная вода образуется внутри самой клетки. То есть, происходит омоложение, регенерация клеточной структуры. То есть, это касается и сосудистой системы, и внутренних органов, и костно-хрящевых тканей. По большому счету, идет омоложение всего организма. Основное главное достоинство водорода – он разжижает кровь естественным путем. То есть, антикоагулянтное действие. То есть, он омолаживает кровь. Условно говоря, кровь становится как в 20 лет. Легкая, текучая. Улучшается реология крови, биохимические параметры. Кроме этого, сосуды становятся более мягкими, более крепкими, более эластичными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова